Давай сценическую задачу оставим. Давай оставим сценическую задачу, чтобы сейчас твой мозг не травмировать. Сценическая задача. Поесть. Я вам уже разрываться стал. Да. Теперь задаем вопрос. Какой, прежде чем решить предысторию? Так, вопрос у нас. Почему? Именно сейчас я хочу добиться. Почему именно сейчас я хочу этого добиться, нет? Этого убираем. Давай мы мозгу поможем. Почему именно сейчас я хочу что сделать? Поесть. Да, то есть конкретизируй. Не умничай. Почему именно сейчас я хочу поесть? Значит, почему ты именно сейчас хочешь поесть? Как почему? Потому что ты голодный. Почему ты голодный? Многое. Уже неделю не ел. Неделю не ел. Значит, смотри, ты действительно неделю не ел? Тут сложности в этом будет. Я-то не ел. Я-то, понятно, что недавно ел с утра. Да. Вот смотри, здесь, значит, а как наша лисица может выйти, войти в кадр, если она неделю не ела? Выползти может. Может. Ну, давай не усложнять. Еще? Усташенный, слабый. Выйти ища. А, ища. Ища. То есть носом. Она бежит. Блин, хочу сжрать, хочу сжрать. У него внутренний монолог, да? И мы нюхаем. Мы можем выйти? Так. Можем так выйти? Да, можем. Да, уже у нас логическая цепочка пошла. Лучше всего, если у нас предыстория, что лисица, ну, неделю не надо, это слишком много будет. Там, допустим, ну, сколько-то времени. Она сидела на диете, допустим. Она сидела на овощной диете. И вдруг у нее, понимаешь, все прямо, да, блин, пошло все в жопу, зайца хочу. И вот она вышла в поисках этого зайца, потому что она неделю на диете сидела. Что ты можешь сделать в этом моменте? Ты можешь просто 4 часа не есть. Можешь? Можешь. Заодно, как говорится, организм может. День не есть. Можешь, день не есть, молодец. То есть ты уже войдешь в кадр, что я хочу есть зайца. А я видела, забыла, как фильм называется, «Женщина-режиссер», так классно она сняла. Там по, как выйти замуж, по тренингам Покатиловой, прямо один в один. И там она приехала в какой-то там дзен, и вот они там ели какой-то листочек и какой-то что-то вот креветочку. И она оттуда сбегает, в итоге идет, и парни идут, тележку такую несут, и она говорит, с хот-догами, она говорит, «Ребят, дайте хот-дог, ну так жрать захотелось». Они такие, типа, «Сиськи покажи». Она такая, «Да пошли вы», разворачивается идет, а потом разворачивается и говорит, «Смотрите!» и поднимает, «Сиськи им показывают», вот насколько человек просто хотел хот-дог, ты понимаешь, а потом с каким наслаждением она его сидит и ест. Вот, значит, наша лисица тоже, то есть ты себя понимаешь, как бы тоже хочу есть, вот, ел я вот салатовую диету, мне надо вот сейчас поесть. Отлично. Мы нашли предысторию лисицы. Да. Почему прямо сейчас хочу поесть? Потому что я сидел на диете, мать вашу, ел одну зелень, я хочу жрать. Но при этом ты, допустим, день не ел действительно. Ты прям будешь искать этого зайца выходить. Так, отлично. У вороны какая сценическая задача будет? Ну, она тоже поесть вообще-то хотела. Молодец! Умничка! Но она добилась сценической задачи? Нет, не добилась. Нет. Значит, предыстория, какую мы сейчас делаем с тобой? Вопрос, задавай сразу вопрос. Почему именно сейчас? Ну, так опять то же самое. Почему именно сейчас она хочет поесть? Да. Но, знаешь, кстати, в Вороне я бы немножко изменила сценическую задачу. Почему? Она же не торопилась. А, она полакомиться хотела. Да. То есть, да, то есть она, в принципе, уже поела. Ей хорошо. Если бы не сыр... То есть моя сценическая задача полакомиться не просто так, а ножичек, вилочку, да, так, маленький кусочек поесть. Правильно? Правильно. Только я не добилась. Я не полакомилась. Но, в принципе, я от этого не умру. Я поела. Предыстория. Можно и сделать такую предысторию. Можно взять какой-то деликатес, взять вилочку, ножичек и быть готовым уже насладиться этим. Да, я в кадр захожу. Мне все равно, по идее. Поем я или не поем. Я захожу вся такая эстетически правильная ворона. Но тупая. Это знаешь, как вот эти сейчас современные девушки вот с такими ботоксными губами. Но тупая. Но зато, блин. Но сосать она всегда сможет, как говорится, что-то там. Вот ворона примерно вот этот персонаж. И она может там... А, нет, предыстория знаешь, какая может быть? Афирмации послушала. Или я самая обаятельная и привлекательная. Я самая... Все мужчины смотрят мне вслед. Ля-ля-ля-ля-ля. И я зашла в кадр, как самая обаятельная и привлекательная. Почему? Вот, кстати, это будет правильнее. Почему? Потому что там на лезь-то она что сделала? Да, да, да. А почему лисица начала льстить? Потому что она увидела это в ней. Да. Она поняла, как можно легко получить сыр, потому что ворона считает, что она самая обаятельная и привлекательная. И все. Вау! Слушай, инсайт новый. Понял, да? Но смотри, что мы сделали с тобой. Мы с тобой рассуждали. И пришли к каким-то, вот действительно, то есть мы прочитали текст, мы этот текст знали. И вот начали разбор делать, вот задавать себе вопросы, логически размышлять и так далее, и пришли к такому прекрасному выводу. Мы гениальны. Это интересно. Да. Это я сейчас к тебе, к чему подвожу. Мы всегда текст анализируем. Мы всегда рассуждаем. Видишь, нам вопросы помогли. Сценическую задачу определили, потом начали разбирать, почему именно сейчас, и пришли через текст к правильному выводу. Сначала же тоже ошиблись. Мы большие молодцы. Мы большие молодцы. Но это нам с тобой поможет, когда мы с тобой вот уже начнем монологи разбирать с диалогами. Это нам поможет. Твои сегодня победы. Мои сегодня победы. Мои сегодня победы наконец-то свершилось. Я снял. Как вот так? Ты снял что? Ты снял оценки? Оценки, да. Оценку я снял. Оценку, которую я уже несколько... Третью неделю, наверное, мучаю. Мне самому даже понравилось второе выражение лица у Джима Кэрри, как я сделал. Молодец, да. Вот. Маньяк мне очень понравился самому. Я долго, кстати, выходил из этого образа. Накрутил себя. И так немножко почувствовал, надо переключиться на что-то положительное. Так.